Федеральная налоговая служба с 1 августа через сервис «Прозрачный бизнес» начнет публиковать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Каждый предприниматель сможет проверить, не являются ли его партнеры однодневками и не пользуются ли серыми схемами для ухода от уплаты налогов. В частности, налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работников организации за прошествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Путаницы во времени больше не будет. С 1 августа в России прибытие и отправление поездов будут объявлять по местному времени. На всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов, как дальнего, так и пригородного сообщения, будут отображаться по местному времени, то есть по часовому поясу того или иного региона. Для того, чтобы перейти на местное время, потребовалось провести технические работы и перенастроить информационную систему, которая работала только по московскому времени не один десяток лет. При этом на новых билетах отметят разницу с московским временем. Больше придется платить за оформление биометрических загранпаспортов и госрегистрацию транспортных средств. Госпошлины за их оформление повышаются с 3 августа 2018 года. За загранпаспорт с электронным носителем теперь придется платить 5000 рублей вместо 3500. Оформление такого документа несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет будет стоить 2500 рублей вместо 1500. Госпошлина за получение свидетельства о регистрации транспортного средства с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе нового поколения составит 1500 рублей против 500. В России в августе установят единые минимальные цены на крепкий алкоголь и ликероводочную продукцию с содержанием спирта от 37 до 40%. Стоимость скорректировал Минфин России. Делается это для того, чтобы на алкогольном рынке свести к минимуму долю нелегального алкоголя. Теперь пол-литра водки в розничном магазине с учетом НДС и акцизов будет стоить не менее 205 рублей. Другие минимальные цены на алкоголь не меняются. Продолжение следует...